Всем привет! Сегодня поговорим о моей любимой золотой сборке Linux Mint 17.2 CINAMON 64-битной версии. Вот, посмотрите. Ядрышко стоит на ней 4.2.0-25. Программы все работают. И наиболее очень чувствительная программа, которая реагирует на смену ядрышек, вот она, виртуальная коробочка. Вот, смотрите. Сейчас у меня стоит одна из самых последних версий 5.0.28. И поставлю плагин. Самый последний это 5.0.18. На нем все работает нормально. Грузится нормальный образ, который я только недавно сделал систембаком на русском языке. Образ получается хороший, эластичный. Вот, смотрите, он нормально растягивается. То есть, если образ сделан нормально, то он загружается на виртуальную коробочку. Значит, вот в чем особенность, скажем так, золотой сборки. Почему я называю ее золотой? Несмотря на то, что не Linux Mint 18, а всего лишь 17.2. На этой сборке удивительным образом все программы работают нормально. Я даже поставил тут парочку новеньких программ. Вот, Коди, мультимедиа-центр. Ну, скажем так, это вся вселенная. Много тут можете, можете, что найти. Объяснять даже не буду. Попозуйте. Тут на русском языке вам сразу все сделано, предустановлено. Посмотрите. В сети почитайте, как работать с программой Коди. Но штука эта мощнейшая. Это, скажем так, телевизор, ну, скажем так, тут есть программы на русском языке, на украинском, на белорусском. Ну, скажем, немного. А Коди, ну, это, скажем так, огромнейшая библиотека. И по сравнению с ней TV-плеер, ну, скажем так, маленькая, скажем, комнатка, где-нибудь там в районной библиотечке. Ну, вот вам для сравнения. С программой нужно разбираться. Естественно, значит, у каждого человека возникает желание, вот, быть всегда на самой последней версии, там, на Linux Mint 18, быть на самой последней версии ядра, там, 5, там, точка, 86 и так далее. Ну, вот, посмотрите, вроде примера. Вот программа SystemBug. Перед тем, как у вас что-то там сильно зачешется, у меня на всех сборках на 17-х пароль User. На 18-х я сделал гораздо короче, просто единичку. Вот при вас. Сейчас создаю новую копию, и она встанет сюда, вот на первое место. Посмотрите время создания. 16.28. Нажимаю «Создать новую». И вот, посмотрите, копия создана. Вот она. И вот перед тем, как какие-нибудь там делать изменения, хотите, допустим, вы перескочите на новую версию ядра. Вот стоит 4.2.0.25. Вот программа для смены ядрышек. И если уж вам там, так уж, скажем, там не имется и не спится, и все хочется самое-самое новое, запомните, что не все самое-самое-самое новое, оно будет работать с вашими прекрасно настроенными программами на этой сборочке, которая годна до 2019 года. Вот я смотрю. Посмотрите, вот у меня текущая версия моего ядрышка. Вот она. 4.20.0.25. И вот у меня там зачесали срочки. Хочется там что-то новенького приключения, как говорится, на одно место. Вот нажимаю на установку. Ну, завожу парольчик. На 17-х версиях, я еще раз повторюсь, у меня практически везде пароль был «user». Ну и давайте дождемся процесса окончания установки нового ядра. Итак, программа закончила установку нового ядра. Сейчас мы увидим, вот надпись, что она установлена. Самое новое, новейшее, супер-бупер. Но программа сейчас работает вот на ядрышке, вот на этом. Закрываем. Итак, я перезагрузился. Вот видите, у нас версия ядра 4.86. Можем провериться еще вот здесь. Вот у нас написано словечко «running», то есть в данном случае мы находимся на этом ядрышке. И осталось у нас старое установленное ядрышко, вот это. Оно установлено, я его не удалял. Почему? Потому что мне надо сначала проверить, как работают программы. Я уже говорил, что самая чувствительная программа является коробочка. Вот у меня к ней все это подсоединено. И начинается, как говорится, первые неожиданности. И она начинает нам выкидывать там сообщения, ля-ля-ля-та-паля и так далее. Ну, в принципе, для меня этого уже достаточно. Значит, ну, что еще? На 18-й версии на Цинамоне у меня еще вот при показе слайд-шоу. Тут были взбрыки всякие. Ну, я думаю, что здесь оно останется все нормально. Ну, что я сделаю? Ну, я теперь перезагружусь и загружусь обратно со старой версии ядрышка. Потому что, допустим, лично на моем железе оно не работает. У вас может быть по-разному. Но у вас есть выбор. Вы можете подбирать себе любую версию ядрышка, на котором у вас все будет нормально работать. Итак, не по одному из пунктов меню, предложенном для восстановления, чтобы загрузиться на ядрышко 4.2.0-25, который я не нажимал, меня везде откидывало вот на самое последнее ядрышко. И поэтому, значит, естественно, я прибегаю к последнему средству в программе SystemBug. Вот у меня тут все было настроено, все нормально работало. Восстановление системы, как говорится, вперед и вперед с ней. И после восстановления я перезагружусь и посмотрим, что получится. Итак, только с помощью программы SystemBug мне удалось восстановиться на старое ядрышко, в котором у меня удивительным образом все нормально и хорошо работало. Вот, пожалуйста. Ее образ грузится и получается эластичным и создается в программе SystemBug на русском языке. То есть, все нормально. Вот, пожалуйста, образ загрузился. Образ, вот, пожалуйста, эластичный. Все нормально. Ну и, естественно, я всегда повторяю, что правило такое. Если образ загружается на виртуалку, то образ создан правильно. И только три причины, по которым флешка может не грузиться на компьютер. Это первая. Флешка плохая. Вторая программа, с которой, значит, образ был, при помощи которой образ был записан на флешку. Поэтому я тут далеко там не мудрствую. Вот я иду, выбираю там у себя, вот, любой образ. И просто, вот, нажимаю здесь. Создание загрузочной флешки. В редакторе NEMO на Linux.Minson.mo все работает, как говорится, нормально и пишется в образах хорошо. Третья причина, по которой флешка может не грузиться на компьютер, это надо покопаться в настройках BIOS, убрать там галочку Secure Boot или сделать Secure Boot Disabled и выставить там еще в одном местечке, там, по-моему, свечка должна быть. Ну, я сейчас уже толком не скажу. Ну, выставить, а, там, уехи, там, еще что-то еще. Выставить там Legacy. Legacy Enabled. Вот. Обычно тогда флешки грузятся нормально на компьютер. Ну, и посмотреть, в каком порядке там все это дело грузится. У некоторых меню загрузки вызывается нажатием клавиши F12, у других там F8, у кого как. Зависит конкретно от типа вашего компьютера. Вот такие пироги с котятами. Значит, самая главная мысль, которую я хочу донести до всех еще один раз. Что не гоняйтесь за самыми последними версиями ценамона и за самыми последними версиями ядер. Если у вас все нормально работает, на вашем железе, все это дело пробировано, на каждую программку вы вылизали, и она у вас работает, вот SystemBug, делайте обязательно копию, причем делайте где-нибудь на другом разделе жесткого диска или на внешнем жестком диске. И если что-то случается, чтобы у вас был вариант всегда катиться назад, на тот момент времени, когда у вас все было настроено нормально. Вот тогда вы можете экспериментировать над своей сборочкой, которую вы создаете, и вытворять над ней все, что угодно. Тем, кто создает свои собственные сборки и желает их потом выложить на какое-нибудь облачное хранилище, чтобы другие пользователи их могли скачать и ими пользоваться, рекомендую делать сборку на отдельном разделе жесткого диска. И вот посмотрите, что на Firefox, что на Google Chrome, вот поглядите-ка сюда, настройки, видите, я свои пароли сюда не заводил. Я поставил сюда парочку закладок на мои, скажем так, на мои последние видео и, допустим, на программу, на мой сайт, чтобы пользователям было легко ориентироваться. Зашли сюда, там поискали, что непонятно, зашли сюда, посмотрели мои последние ролики. Вот и все. То же самое на Firefox. Дальше, сборку там вы делаете, заканчиваете ее, обязательно, вот, пошли в очистку и выбирали все личные данные. Даже кэш вот он вот тут нашел, значит, вот я сейчас напишу очистить, заведу парольчик. Как говорится, не забывайте за собой все почищать. Тогда смелой душой можете свои сборочки выкладывать в сеть, и никто вашими там паролями никогда не воспользуется. Почему? Потому что вы создавали сборку на отдельном разделе жесткого диска, без ваших личных, скажем там, паролей, настроек и так далее. То есть делали для людей, но и о своей безопасности тоже позаботились. Вот такие сборочки, пожалуйста, можете присылать к нам на сайт. Значит, ну, вначале они будут проходить проверку, там, через модератора, там еще ли у вас есть людей, которые проверяют сборки, которые могут, допустим, свое мнение высказать по этому поводу. Ну, никто, как говорится, вам не запрещает заниматься творчеством. Пожалуйста, доделайте свои сборки, там, закачивайте их под что угодно. Причем, я не ограничиваюсь там одной операционной системой, ну, Linux Mint у меня любимая, но вы можете высылать свои сборки, как говорится, вернее, ссылки на них, пожалуйста, там, и на Ubuntu, там, и, да, ну, что угодно. Никаких проблем, как говорится, к этому я не вижу. Вот. Ну, ладно. Значит, основной мой посыл, вы поняли, что все зависит от вашего железа. У кого-то ядрошка 486 сработает на вашем железе на ура, и все программы вот работают нормально, но оставайтесь на ней, сделайте хорошую сборку, пошлите, допустим, к нам на сайт, к модератору Сергею обратитесь. Вот. Несколько человек там ее проверит, посмотрит, как она там там, что работает и так далее. Описание сделайте подробное, что вы там вот эту сборку включили, чего там убрали. Можете короткий видеоролик сделать. Не надо там музыки, ничего, а вот просто русским голосом объясните, что у вас за сборка, как она работает, покажите ее достоинства, преимущества и без проблем. Ну, ладно. Значит, самый главный мой посыл, значит, я полагаю, что до всех донес, что вот принцип разумного консерватизма при каждой новой версии, ядра, там, версии Цинамона, там, да, любой другой операционной системы, не надо гнаться за этим, как говорится, сняв штаны и кричать куря. Если у вас все нормально настроено, все нормально работает, вот, создавайте железную копию, как говорится, систем-баком, размещайте ее вообще на внешнем жестком диске, чтобы это было гораздо надежнее, вот, и что-то случится, всегда восстановились. Хочется экспериментов, хочется попробовать, а кто вам запрещает. Выделили там 30-50 гигабайт на жестком диске и экспериментируйте там до упаду. Пока не найдете, как говорится, свое золотое решение, которое будет у вас, допустим, нормально работать, пошлете там на форуме к администратору, к модератору, ради бога, если пользователи проверят, там несколько человек ее протестируют, и все будет, скажем так, нормально работать, ну, и ради бога, как говорится, прибавится только число хороших и толковых пользователей, которые, значит, желают поделиться с другими своими сборками. Ну, что у меня вот сборки мои заточены так, чтобы, ну, во-первых, нужно было записывать там с экрана, ну, чтобы нормально записывалось, проигрывалось, видеоредактор там, чтобы работал, у кого-то у другого, они могут быть заточены там под музыку, у кого-то там под автокад, там или еще что-нибудь там, да ради бога, самые разные направления. Вот, я в любом случае желаю вам всего доброго, всяческих успехов, всего вам доброго, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok